Площадка для детей при Доме культуры Содружества заработала еще 1 июля. И, как правило, смены здесь продолжались по две недели. Но в этом году организаторы решили сделать одну большую смену. Сейчас в лагерь ходит 42 человека. Я считаю, что это очень много ребят. Потому что и многие прибывают до сих пор. Многие отъезжают в деревню, кто на море. Многие прибывают, уходят, приходят. Мы берем всех без ограничений. То есть еще есть возможность записаться? Конечно, пожалуйста. Приходят любые. Вот сегодня привели двоих детей. Сестра 7 лет и мальчик 4 года. Он не может без сестры никак. Взяли его, ну что делать. Мальчик очень идеальный, хотя 4 года послушный. Берем всех, так что приходите. Потому что сама мать двоих детей. Понимаю, как тяжело сейчас наше время куда-то пристроить ребенка на лето. По плану для детей каждый день проводятся познавательные и интерактивные игры. Сегодня, например, увлекательная программа с участием персонажей из мультфильма «Барбоскина». Накануне дети играли в «Угадай мелодию». Также проводятся опыты и кулинарные конкурсы. Мне нравится то, что мы приходим и делаем зарядку, ну соблюдаем как бы утренний режим. Потом мы играем и много друзей я узнаю, новых людей. И с ними начинаю играть в разные игры, очень много интересных игр. Или мы идем гулять все вместе на площадку, там тоже все играем. Или мы просто смотрим мультик, который не смотрели. Я в этом лагере уже третий год, мне он очень нравится. Здесь каждый день проходят какие-то конкурсы интересные. И за это, кто выигрывает, бывают призы, мы прыгаем на батуте и в игровой комнате. Мне здесь все очень нравится. Вот завтра к нам, послезавтра приедет нам мастер-класс по народной кукле будет делать. Наталья Евгеньевна очень классно преподает. Я ее пригласила, она к нам приедет из методического центра «Наследие». Пришел дедушка, который хочет рассказать про пчеловодство будет. То есть рассказ появился у нас в нашем уголке города Дмитрово. Такой дедушка, который хочет прививать к детям пчеловодство. Каждый день здесь расписан по минутам. На ближайшее время запланированы мастер-классы по декупажу и обзорные экскурсии по городу. А также визит в музейно-выставочный комплекс. Мне кажется, вообще не то, что просто довольны, а очень довольны. Потому что, ну, не знаю, если вы все не заметили, вот, ну, все очень доброжелательные дети. Все вот, Кристина приходит, Катя. У нас в лагере в этом году работает трое человек. Маргарита, Катя и я. То есть как бы у нас сотрудники вышли с декрет, теперь попрощен. И народ прибавляется. Я думаю, что дети просто вообще, они ждут этого дня, чтобы прийти в лагерь. Выходные. Давайте выходные еще. Я говорю, ну, нет, ребята, выходные. Отдыхайте дома с родителями. Родители вас тоже должны видеть когда-то. Это было очень весело, особенно, когда мы пели песни в оперу или рок. И очень понравилось, когда мы ходили паровозиком. Как ты думаешь, кто победит? Ну, я, конечно, говорю, что мы, это же наша команда. У нас очень, ну, интересный персонаж Лиза. И она очень веселая и добрая. У нас вчера вот был, ну, конкурс, надо было угадать мелодию. И как бы я в нем выиграла. Ну, и еще очень много развлекательных программ. И вот скоро мы собираемся в кинотеатр. Мы ходим туда каждый год, а в конце лагеря у нас бывает пикник. Лагерь уже работает пять лет. И, как признается Кристина Барышева, среди детей уже сложился костяк, который посещает этот лагерь ежегодно. Наверное, это говорит о том, что здесь действительно очень хорошо и весело ребятам. Поэтому, если вы еще не знаете, как организовать досуг вашего чада, ДК «Содружество» ждет вас. Площадка работает до 29 июля включительно.